Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать про детский самокат для самых маленьких, для малышей, до 30 кг. Лет до 5 по возрасту. Ну, я думаю, не более, потому что конструкция данного самоката, мягко говоря, неудачная. Давайте рассмотрим, что в первую очередь в нём является плохим. Вот такая конструкция. Это тонкий лист металла. И к нему в нескольких местах всего, вот в данном случае в трёх, даже вон видно, что тут просвет. Приваренный просто поперёк ещё тонкий листовой металл, толщиной миллиметр. Очень часто вот эти края заминаются, загибаются, даже вот сейчас видно, что он уже волнит, уже неровный. Очень часто они гнутся, лопаются, отрываются. Вот здесь часто металл рвётся по шву, вот даже сейчас, не знаю, будет видно, не видно. Я его ремонтировал вот как раз только вот здесь, как бы показать-то. В общем, вот здесь с обоих сторон уже металл рвётся. Не, он не передаст. В общем, вот здесь уже отошло, уже цепляется. Самая беда ещё данного самоката, вообще, в принципе, во всех его деталях они все больно хлипкие. И вот здесь уже эта часть варилась, это заднее крыло является тормозом. Наступаете ногой, и оно тормозит. Самокат является четырёхколёсным, что для него и есть основной минус. Он очень неустойчивый. Давайте посмотрим. Вот так он выглядит в разложенном состоянии. Но в чём его, как я сказал, уже минус? При повороте ребёнок, соответственно, он не едет просто прямо поворачивать руль. Он немного наклоняется. А наклониться с таким самокатом не получается, потому что он так и норовит завалиться на своё второе колесо. То есть самокат очень неудобный. Спереди должно быть, сзади, может быть, два колеса, да, для устойчивости. Но спереди должно быть одно колесо. На данные самокаты очень часто выбрасывают по причине того, что дети не любят ездить. В общем, им некомфортно и неудобно на таком самокате. Он вечно норовит встать на два колеса. То есть не получается нормально кататься. Я давно искал такой самокат, что сделать вам обзорчик. Вот купил, стоил он копейки. И вот он уже просто отмытый, чистый. Был, конечно, он подубитый. Регулировки у него все стандартные. Я говорю, самокат этот хлам. Но по причине того, что вот эта деталь, сама вилка, является такой же, как у стандартного самоката, смотрите, что с ним можно сделать. Почему-то многие для этого просто не догадываются. Хотя это очень просто и элементарно. Берем ключ-шестигранник. Обычный плоскогубцы, либо ключ. Ставим. И откручиваем. Снимаем колесо. Снимаем второе. Единственное, что вам необходимо будет, другой болт, более короткий. В размер. Соответственно, вот сюда. Этот, конечно, у меня тоже длинный, но я просто для образца, чтобы показать, в чем суть. Вы поставите, конечно, короче. Берется одно колесо. Вот этот, единственное, что подшипник нужно будет вытащить. И развернуть. Чтобы вот этой выступы, этого здесь не было. Эти подшипники легко подковыриваются. Вот таким образом. Твердкой. Переворачивается. Ставится вот так. Тереть колесо об этой части не будет, потому что здесь создана специальная фасочка. Не знаю, видно, не видно. Вот здесь. Она будет стоять очень плотно. Мы просто берем, ставим колесо вот сюда. И закручиваем. Ну, я сейчас закручу. Ставится, конечно, такая самоконтрящаяся гайка. Но я поставлю обычный, чтобы было проще закручивать. Само собой, вы ставите болт короче. Просто у меня сейчас для показа нет более короткого. Резать я его, чтобы просто показать не хочу. Поэтому я ставлю его целиком. Вот вы так закручиваете. И у вас получается обычный трехколесный самокат. Люди до этого не догадываются, что можно элементарно самокат просто переделать под трехколесный и не выбрасывать его. На таком самокате ребенок уже будет кататься с удовольствием, потому что он уже сможет немного наклоняться при поворотах. И это не будет доставлять ему неудобств. Единственное, что у данного самоката недопустимо превышение его максимальной нагрузки, которая тут на нем и написана. Куда она? Я не помню, ее выкинул, наверное. Да, наверное, ее уже снял. В общем, на нем здесь наклеечка была. Было написано, что максимальная нагрузка до 30 килограмм. Если вы будете превышать, у вас быстро лопнет вот здесь шов и начнет очень быстро приходить в негодность вот эта площадка. Она может тоже отслоиться. Сварочный шов разойдется и все, и капец. Самокат складывается-раскладывается так же, как обычный стандартный. Рычажок, зажим поднимаем кверху, подтягиваем вот эту часть. Складываем и снова зажимаем. Все. У нас получился с вами трехколесный самокат. Поэтому приобретайте лучше сразу вот такой вариант с тремя колесами. Не берите самокаты с двумя колесами спереди и с двумя сзади, то есть на четыре колеса. Вот такие дела. Если видео было интересным, полезным, ставьте палец вверх, делитесь этим видео со своими друзьями, подписывайтесь на мой канал. Все. Всем спасибо. До свидания. До свидания.